Жильцы последних этажей небо на слышке знают, что такое протечка кровли в многоквартирном доме. 26 июня как раз прошел сильный дождь. И перед жителями многоквартирного дома по проспекту 29, второй корпус, возникла задача, как поутру выйти из квартиры, потому что сверху льет вода, и снизу на полу вода по щеколотку. И когда спускаешься по лестнице, она тебя сопровождает. Впечатление, что ты на тонущем Титанике. Причем случаи затопления имеют место не только в весенний-есенний период, во время длительных и частых дождей, но и в зимнее время, когда начинается таяние снега на кровле. Из-за постоянной протечки воды не успевают высыхать стены и потолок. В связи с этим на стенах постоянная сырость и повышенная влажность, что дает благоприятную почву для развития грибка и плесени. Там все течет. Вы сейчас поднимались? На щиток все течет. Да, сейчас только что жители спускались, соседи. У нас так каждый дождь, как вот снег растаял, все так и течет. Дело в том, что сказали, что никакого ремонта не было. Обращались соседи. Заявок, в принципе, вот я же каждый день подписываю, рассматриваю заявление. Я вот не помню заявки по вашему дому. Вот сейчас там прочитали ливнюк. Сейчас... Уже не петел. И сегодня печь перестали. Правильно, у нас система, да? Тепло стоит, сухая погода. Мы не делаем. Дождь пошел, мы будем заливать. У нас система такая, что собственники должны принять решение, каким образом отремонтировать дом. В ходу решения ходила моя соседка, ей не дали список сочников жилья, чтобы сделать собрание общее. Ей сказали, до свидания. Вы не имеете права требовать такую информацию, такая комиссия. Не имеет она права. И мы не имеем права выдавать эту информацию. А как собрать? Существует закон. Сучитесь в каждую квартиру и выясняйтесь. Мы как собираем? Точно так же собираем. В соответствии с максимальными сроками устранения неисправности во время выполнения текущего ремонта жилых зданий, протечки в кровле и отдельных местах должны устраняться в течение суток. А повреждение систем воды отлива не более чем за пять дней. Водоотвод прочистили в тот же день, а отремонтировали 30 июня утром. Ближе к вечеру пошел дождь, и ситуация повторилась. На сегодняшний день необходима замена кровли. Кровля и хосад дома является общим имуществом собственников многоквартирного дома. Поэтому и решение по поводу его ремонта принимается на общем собрании собственников помещений. По строителям 29 лет. Хотела взять списки собственников жилья, чтобы провести собрание, когда объединится нам. Но мне в юридическом отделе отказали по спискам. Мотивируя тем, что это секретная информация, и они не имеют права передавать на эти списки. Президиумом Высшего арбитражного суда Российской Федерации в постановлении номер 6464-10 от 29 сентября 2010 года было дано толкование норм российского законодательства по поводу проведения текущего ремонта общего имущества. В частности, в постановлении указывается, системное толкование совокупности приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 жилищного кодекса имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований к содержанию и эксплуатации дома. Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. Управляющая организация выступает в этих отношениях как специализированные коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами в качестве своей основной предпринимательской деятельности.